Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский 29 апреля Последний день на Волге Завтра утром уже Самара Река шире Зелеными островами раскинулось по всему горизонту леса, рощи Уютно приютились к ним домики И идиллии веет от них В Казани встретил знакомого инженера, тоже едущего на войну Когда едете? Месяца через три Почему так поздно? Я приглашен командующим Маньчжурской армии На постройку какой-то стратегической линии в тылу армии Постройка должна начаться с момента начала наступательных действий нашей армии Тогда командующий Мой разговор с ним происходил 20 февраля Говорил мне, что это произойдет, если дожди не помешают, в июне А если помешают, то надо прибавить, следовательно, еще на период дождей два месяца Так что наше теперешнее отступление от Ялу планомерно? Вполне Я наставил тогда ехать сейчас же с тем, чтобы, если не строить, то подготовить изыскания Генерал мне ответил Какие же изыскания, когда все эти места будут заняты с весны неприятелем? Но в таком случае зачем же тогда Тюренчинский бой? Эти уничтоженные запасы в Фынхуанчене? Инженер пожаловал плечами Я не военный, и в военных делах ничего не понимаю Мне представляется, обратился к нам пожилой военный артиллерист, завтракавший также за нашим столом Дело в следующем виде Выполнение плана кампании, несомненно, затянулось в японской армии Еще месяцы, может быть, с прибывшими из-за России подкреплениями Наша армия могла бы не впустить японскую в Маньчжурию Ввиду этого и работа шла в двух предположениях И на случай наступления, и на случай отступления Благодаря этому и необходимо укрепление полотна железной дороги и подвоз запасов И при таком настроении армии, при естественном желании поскорее померяться силами Может быть, и непосильной задачей уже было бы для ближайших исполнителей планов командующего удержаться в рамках указанного Но раз дело сделано, оно имеет громадное значение для всего нашего дальнейшего плана кампании Все эти гаубицы и осадные орудия осветили картину будущих битв и сражений в том смысле И какие меры и контрмеры надо предпринять, и с чем нам придется считаться А узнать все это лучше в начале, чем в генеральном сражении И, следовательно, пока эти меры не будут приняты, мы отступаем, спросил я Первоначальный план остается в селе Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений, том 6 Петроград, издание «Товарищество Маркс», 1916 год Продолжение следует...